Добрый день! Это небольшое учебное кино о возможностях диаграммы соучастия, которые у нас есть на проекте летописи. Мы знаем, что каждая страница имеет свою историю. Можно посмотреть эту историю. Обычно они уходят глубоко на многие страницы. Но мы можем анализировать эту историю при помощи средств, которые уже появились. Мы можем посмотреть, а кто были те авторы, которые внесли наибольший вклад в историю этой страницы. И вот диаграммы соучастия нам показывают. Мы можем посмотреть, сказать, что профессор Пченков был таким молодцом, что сделал 90 редактирования этой страницы. А, например, следующий Тимохин Евгения, а 24 редактирования этой страницы, ну и так далее. То есть по каждой из страниц мы можем ходить и смотреть их историю. Как правило, у страницы бывает немного авторов, но вот страница главная в летописи, к ней приложилось большое число участников. А кроме того, что мы можем смотреть историю отдельных страниц, мы можем смотреть также и взаимосвязь, работу авторов внутри определенных категорий. Я покажу сейчас на примере двух таких категорий. Это новые проекты, которые сейчас развернулись. Один из них это слон больше, чем животное. Вот у нас страничка самого проекта. Можно посмотреть, кто внес вклад в него. А есть также категория, в которой лежат все страницы этого проекта. Это проект слоны. И вот обратите внимание, с чего начинается наша работа. Мы смотрим, кто автор и смотрим на общую картину. И рассуждение мое сегодня как раз о том, как меняются представления, как постепенно люди наблюдают, что происходит у них внутри вики и понимают и меняют стили своего поведения. Вот пока мы видим, что у нас есть центральные персонажи. Вот у нас Елена Орлова в центре. Она создала много статей и страниц. И она является, безусловно, центральной фигурой этого сообщества. Кроме того, у нас есть еще масса участников, которые помогают ей в этой работе. И я бы обратил внимание, что большая часть этих участников внесла в вклад только одну страницу. Собственно говоря, страницу участников. То есть людей позвали, они пришли, зарегистрировались. И их вклад, собственно, в этом проекте пока только один. Они обозначили себя как участники. Кроме того, мы видим еще массу людей, которые пишут, создают какой-то контент. Если мы посмотрим, что они сейчас делают. Вот есть страница участника. Он, собственно говоря, пишет о себе. Но ему помогают и другие люди. Это здорово. Или, например, вот есть страничка Евдокимова, Евдоким, Евдокимов Герман. Он создал несколько статей. Одна из них статья про Евдокимова Германа. Вторая про категорию. Принял в ней участие. И еще одна страничка про себя же. Если мы посмотрим по большинству участников. Вот у нас есть страничка. Есть участник и есть его страничка. Собственно, все, что они делают пока. Это то, что они себя привносят в проект и говорят, я такой-то и участвую в этом проекте. А я очень надеюсь, что по мере того, как люди начнут в этом участвовать, будет происходить изменение, их переход. Когда, да, тоже вот страничка важная, в которой принимают участие другие люди. Но это страничка пока участника. А у меня гипотеза, что постепенно люди будут создавать новые статьи, люди будут наполнять проект. И они с периферии, где они пишут только про себя, будут переходить и становиться центральными фигурами сообщества. И эта метафора будет здесь работать. Следующий проект, на который бы я хотел посмотреть и подвергнуть ему примерно такому же анализу, это проект «Книга воспоминаний». Если мы на нее посмотрим, то у нас здесь уже много статей, а не только статей авторов. Здесь как раз авторов-то очень немного. Но если мы посмотрим на вкладку «Авторы», мы... Чудесная картина. Если мы начнем анализировать, то обратите внимание, вот у нас некий центр комьюнити, в котором создаются статьи и ставят центральные авторы. Кого мы здесь видим? Артур Мативасян, Людмила Акифьева, Яков Астанин, ключевая фигура вот здесь, создающая эти документы. Рядом с ним Татьяна Подуст, люди все не чужие. И известные внутри комьюнити, они задают этот центр. Кроме того, есть центральная фигура Елена Николаевна Ястребцева. И она создает большое количество статей, явно сейчас доминирует в рамках этой категории. И вокруг нее тоже люди, которые принимают участие, расширяют этот контент. В этой точке зрения это у нас люди... Так, это моя собственная фигура здесь. И я отбрасываю связи на проекты, связанные с Вики. И конкурс «Жили-были», в котором я сотрудничаю с Татьяной Каргиной. Вот она здесь принесла свой вклад и в этот конкурс. И в очень важный момент, вот здесь документ, который объединяет много участников. Это семинар «Шелли Шот» 12 апреля. Мы видим, как много идет ссылок именно на этот семинар. И как много людей связаны именно с этим семинаром «Шелли Шот». Это такая ключевая, одна из ключевых и центральных статей. Кроме того, тренинг использования социальных сервисов в деятельности учителей. Это псковский семинар. К нему достаточно много привязано участников. Ну и, еще обращу внимание, да, статья «Гипертекст», в которой одиночные правки участников, вот они так по периферии. Но общая идея, как вот из моего рассказа, я надеюсь, следует, это что люди постепенно с периферии комьюнити, начиная с правок отдельных статей, постепенно приближаются, приходят в центр комьюнити и становятся его ключевыми фигурами. И задача, собственно, и прелесть того средства, которое мы сегодня показываем, это то, что оно позволяет нам видеть этот процесс и видеть, как постепенно образуются более сложные фигуры и возникает вот то, что можно сказать о сетевом соучастии, сообществом и сетью, в котором люди взаимодействуют между собой посредством коллективного редактирования документов. Вот, пожалуй, и все. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»